Если в бахикардии нет повышенное давление, цифры повышенные, то ингибиторы ГРФ назначаются сублингвально, можно как-то по источникам. Хорошо, по клиническому маршруту, что мы дальше делаем? Померили давление, видите, что давление высокое, направляем его куда? Или что делает больной? Если вы подозреваете за клинику больного, например. Ну, вызываем его, отправляете. Что же нам отправляете? Нет, естественно, если есть невропатолог, консультируем невропатолог, если нет, значит отправляемся, вызываем спорный, управляем. В таких случаях мы не рассмотрим. Потому что у нас есть консультант, еще невропатолог. Время, он может быть занят. Да, да. Время, он может быть занят. Наша гипотензивная терапия, она... Мы можем использовать антиплетенический кризис, вы отправляете спорный, и отправить его на второе повторение. Правильно. Вся вопрос. Скажите, а какие проявления острого живота? И что уходит на эти острые живота? Острый живот это синдром раздражения брюшины, может быть при остром паклеотите, может быть при остром холецистите, аппендицит. Дальше. Пробудная язва. Какая? Какая-то привития? Ну, будет черный стул. Пробудную язва, проводная язва. Перворачивание. Не провали микроволечение, а острая перфорация живота. Вы не спешите, потому что мы все подскажем, как я расволновался. Это острая перфорация, то есть резко прорвалась язва. Что учит их сациентами? вы точно это знаете определение острая боль, острая кинжальная, кинжалообразная боль а какие симптомы при перфакции вот лишь будь афальпирована симптомы щетки на Блюнберга и нельзя дотронуться, если больной не будет отталкивать его, нельзя дотронуться до животных и что с ним делать? госпитализировать как госпитализировать технически? технически вызвать скорую на себя и госпитализировать хирургическое телевидение но чтобы не терять время и надо 2-3 часа, допустим, пока доставить в больницу бывают такие случаи что можно сделать для того, чтобы больной убивались? во-первых придать неподвижный он сам может держать неподвижный и без боли и без боли, и вы потом хирург не поймёшь, что у него приедёте, а он приходит и без боли чтобы выникало не для него, а нару ар Et satisfied Альгоаблокатеры, дать можно, чтобы не дать секрет? Альгоаблокатеры гисталин или протоновые помки? Какие вы знаете альгоаблокаты? Протоновые помки? Амикрозол? Амикрозол, да. Три симптомы. Первая – внезапная боль. Тимжальная может быть топорная, может быть молотком. Резкая боль, оскорбранное напряжение и язвенная намба. Он скажет, у меня давно язву пью. У меня язва давно, он сам мог подсказать. Ну а дополнительное – это перкуторное исчепление тупости печёночной. Это резкое напряжение, это симптом щётки, отсутствие перестаньки. Ну просто семейные врачи с этим тоже звучат. Скорее, они правильно сталкиваются. И в первую очередь семейные терапевты должны знать неотложную помощь. Поэтому, Александр Александрович, присутствует в нашей комиссии, они должны знать эпидиатрическую неотложную помощь. Валентина Иванова должна знать. Мы должны быть своим близким, своим соседям, своим согражданам помочь в сложной ситуации. И уже там дальше будем совещаться, будем собирать картины. Ну в принципе, я считаю, чтобы человек ответил на вопросы в основном правильно. Когда отвечает, вы этого не даст…